Всем привет! Недавно я решила попробовать себя в новых хобби, открыть для себя что-нибудь интересное. Я полазила в просторах интернета и узнала, чем себя можно занять. Я заказала некоторые штучки на Валдбересе, которые мне могут помочь в моих идеях, в моих планов. И сейчас то, что мне пришло, я уже забрала с Валдбереса. Это такая картина по номерам 40 на 50. Она очень красивая и очень большая. Я заказала ее в первую очередь для того, чтобы попробовать себя в этом деле в рисовании. Одновременно я хочу создать декор для комнаты. Я надеюсь, что я не заброшу это дело. У меня был выбор между некоторыми пейзажами, но выбрала я вот этот. Мне очень понравилась она, в принципе. Я еще выбирала такую, чтобы она подходила под зиму, под вайбь зимы, под атмосферу зимы, под атмосферу весны. Итак, здесь вот такой вот холст. И... О, здесь краски и три кисточки. Очень тонкая, средняя и большая. Я здесь уже вижу, как много здесь маленьких деталей. Я не знаю, когда я ее смогу закончить, если закончили я ее. Но это должно быть интересно. Также в наборе тут вот такой вот большой пропечатанный рисунок на бумаге. Я слышала в тиктоке то, что такие рисунки уложат наборы, чтобы номера смотреть. Иногда на холсте не пропечатываются номера или же контур. И как раз-таки эта бумага должна помочь в рисовании. Я не знаю, сколько здесь красок. Ну, если тут 30 номеров, то значит 30 красок. А, нет, тут 30... 31. Всем привет! Уже прошел один день с тех пор, как я начала рисовать эту картину. Выглядит она вот так вот. Не очень презентабельно пока что, но уже что-то вырисовывается. Я здесь закрасила некоторую часть и вот здесь тоже. Что тогда я нарисовала. Выглядит нормально пока что. Я не знаю, как будет потом выглядеть, но мне уже нравится. Хоть ничего не понятно. Но это, как я поняла, это какая-то башня. Это небо. Должно было быть пасмурно, но почему-то очень голубое небо. Мне вот интересно, вот такими темпами я за сколько дорисую картину. Но я ее дорисовала... Эту часть я нарисовалась за день. При том, что я рисовала где-то часа четыре вчера. И сегодня где-то час. И это еще при том, что я на больничном и у меня есть много времени, чтобы рисовать. Я рисую, играю в Sims, монтирую ролики. Вот. Я не знаю, как будет во время учебы. Когда начнется учеба. И как вообще пойдет развитие этого видео. Опубликую ли я его вообще или нет. Ну, я очень надеюсь на то, что я опубликую. И сейчас могу дозаказать. И все сделать. Так, сегодня уже второе... Нет, третье октября. Рисовать я начала десятого. Картина готова. Только вот так вот. Ну, честно, мне очень нравится, как выходит. Хочу очень долго рисовать, но... Меня это доставляет удовольствие. Я рисовала почти каждый день. Но были такие моменты, когда я могла неделю не рисовать. Потому что я уезжала, а потом я просто забывалась. Я рисовала примерно 2-3 часа просто. Вот какой-нибудь вот такой вот кусочек. 2-3 часа. Это вроде много, но вроде мало. Время очень быстро проходит. И я почти не замечаю, как я рисую. Но результат все равно появляется. Я уже тут вижу. Но вот это, да, вот это домики. Вот это вот еще домики. Вот это вот какая-то зонтик. Вот это вот деревце. Тут дверь и стул со столом. Не знаю, мне очень нравится. Я не знаю, конечно, как подойдет она сюда под интерьер или нет. Ой, как-то так вот так вот так вот. Вроде нормально. Я хочу еще одну картину заказать. Мне очень понравилось. Я уже хочу ее добить и дорисовать уже. Я что-то думала, думала. Я поняла то, что скорее всего мне не хватит краски. Я не знаю почему. Ну, я стараюсь рисовать толстым слоем, чтобы не было никаких белых точек. Сейчас я планирую нарисовать вторую картину. Я не знаю, правда, какую. Но мне очень хочется что-нибудь еще порисовать. Желательно поменьше. Или же, чтобы меньше деталей было. Ой. Я боюсь что-нибудь сломать в этой картине. Я сегодня не пошла в школу. Потому что я отравилась. И, ну, так получилось. Я немного решила присесть и сделать... Дорисовать картину. Ну, я почти ее дорисовала. Мне осталось нарисовать один цвет. Я не знаю, как так вышло. У меня тут был вот такой огромный кусочек. Прошло два месяца с тех пор, как я начала рисовать. И она наконец-то доделала эту картину. Я ее добила своими силами. Два месяца. На вот это 40 на 50. Рисовать я старалась каждый день. Хоть и бывали какие-то моменты, когда у меня не получалось. Я не находила время. Или же мне было лень. В дни, когда я рисовала, я старалась тратить по 5 часов, чтобы быстренько закончить картину и уже насладиться вот этим вот моментом, когда уже все готово. И, честно, мне очень понравилось. Я хочу еще одну картину. Я не знаю, скорее всего, от того же производителя я закажу. Но посмотрим. Но опять надо смотреть, чтобы они подходили друг под друга. Друг к другу. Все-таки я повешу на стену. В наборе там были крючки для того, чтобы повесить на стену. Итак, с начала съемки этого видео прошло ровно два месяца почти. Я до сих пор не сняла. Я до сих пор ничего не сняла. У меня до сих пор ничего не сделано. Зато нарисована картина. И все. Я сегодня лежу, значит, такая на кровати. Смотрю тикток. И мимка пытается видео, как девушка делает в столе на бумаге цветы, розы, букет цветов. И решила это попробовать. Вроде там ничего сложного. У девушки есть клей-пистолет. Свой клей-пистолет я потеряла, поэтому сегодня у нас вот такой вот клей-момент. Это же клей-кристалл. Клей-момент-кристалл. Дальше. Просто посудка. Обычно у меня здесь, когда я рисую, рисовала, когда я картина по номерам, здесь вот у меня была вода. Вот. Карандаш. Туалетная бумага. Изолента. Фольга. Мне понадобится вот такая вот проволока. А, я еще забыла. Краски с того же набора, когда я рисовала картину. Почему лимон начинают делать, когда я снимаю видео? Итак, я попробовала сделать стебелек из этой проволоки. Получилась вот такая вот... Я не знаю, что это. Какая-то палочка получилась. Я вообще не знаю, как мне делать стебелек. У меня вообще ничего не получится, я думаю. Но что-нибудь придумаем. Вот такое вот рабочее место. Вот сюда нам надо замешать краску. Я тут намешала такой вот краски. Вода вроде получилась нормальной. Девушка сделала 16 лепестков. Я думаю, нам получается надо 16 таких бумажек. Так, у меня получилась вот такая вот большая стопочка из 16 листов бумаги. Сейчас буду... Нет, это вообще, наверное, не в кайф как-то. Как-то неправильно. У нас же все листочки должны быть разные. У меня получилось достаточно много лепесточков. Я их считать не буду. Но здесь по несколько штук. И нам нужна фольга. Мы отрываем кусочек фольги. И из этого кусочка мы делаем что-то типа шарика. Я сейчас сделаю шариков 10. Потом я покажу, для чего они. Наверное, уже понятно, чтобы листочки были загнуты. Сейчас, получается, буду окунать бумагу в воду. Потом ложить на какую-нибудь тряпочку. Или же на... На что-нибудь положу, чтобы вода истекала. И на фольгу бумажку ложу. Ладно. Первый блин комом. Я чуть не подумала даже об этом. Потому что типа это туалетная бумага. И она будет так скатываться. Так, я сейчас узнала, что та девушка ложила ПВА в воду. Для пробушек сейчас вырежем лебесточек. Кажется, у меня ничего не получится. Вообще ничего не получится. Сейчас я придумаю что-нибудь. Вот выкрутимся как-нибудь. Вот есть же выход. Оказывается, у меня нет даже клея. А тот клей, который я показала до этого, он полностью пустой. У меня нет клей ПВА. И... Я ничего не смогла сделать. Честно, очень грустно. Сейчас я подумала, раз уж у меня ничего не получилось с туалетной бумагой, я сделала с бумагой А4. Я полностью намочила листочек. И... Что-то там краской помазюкала туда-сюда. Выглядит, конечно, не очень презентабельно. Но пока что что есть. Вот здесь вот мне осталось эту сторону докрасить. Я попробую хоть что-нибудь сделать, потому что... Ну, у меня должно что-нибудь выйти. Я попыталась сделать лебестки из того, что было. Ну, в принципе, они, кстати, похожи на сушеную розу. Получилось 19 штук, если считать вот эти вот маленькие штучки. Я очень сильно намучилась с этим. Я... Я не знаю, я же... У меня вообще ничего не получалось. Я еще ходила потом отмывать ванну, потому что я пошла в ванну, чтобы просушить эту бумагу. Потому что я не хотела ожидать, пока она будет сушиться. Это будет... Было бы очень долго. Сейчас, получается, я буду опять их мочить. Ну, по чуть-чуть. И... Уже, наконец-то, на эту фольгу складывать и вот так вот делать. Получились вот такие вот розочки. Ну, вроде нормально. Я думаю, я несколько раз схожу эту проволоку. Я вот здесь вот что-то досоединила. Вот такая вот проволока получилась. Была тонкой, стала толстой. Здесь у меня, наверное, пять сухоев. Я думала, что три мне хватит. В итоге даже пять очень мало. Возможно, я сейчас еще до наращу. Ну, не знаю. Как изолента возьмет эту проволоку, так и буду делать. Сейчас, получается, изолентой надо будет аккуратненько все сделать, чтобы было все красиво. Иначе получится вот это. Я сейчас почти все сделала за камерой, потому что у меня телефон садится. Вот такая вот штучка у меня получилась. В два раза обернула изолентой. Хорошо, что я решила сделать не то, что я хотела сделать. Я хотела сделать целый букет цветочек. Цветочку. Но я сейчас понимаю, что я бы просто ничего не успела бы сделать. И это бы затянулось на неделю. Потому что я ничего не умею, и у меня ничего не получается. Выглядит намного лучше, чем вот это. И форму держит получше, чем вот это. Ну, эстетично. Эстетично. Это как цветы бабочки. Да. Я, кстати, хочу себе на день рождения сказать, у меня скоро день рождения. Я себе куплю всякие штучки на Wildress. Закажу себе пиццу или суши. И буду делать домашку. Потому что у меня день рождения в будний день. Я не буду праздновать день рождения. Я не знаю зачем. Может быть, я просто влог сниму на видео. Итак, я пришла с занятий. Мои лепесточки, думаю, уже высохли. Что у меня тут вообще получилось? Ну, кстати, нормально. Нормально, но похоже на розы. Ну, нет. Не даже похоже, но совсем чуть-чуть. Итак, сейчас я буду... У меня тут петух гулянет. У нас попугай, кстати, есть. Петух. Стебелечек мой. Надо его подровнять. Я думаю, я клей буду набирать на кисточку. Вот сюда вот так. Ах ты зачем? Просто вот так вот. Нет, я не знаю вообще, что делать. Ой. Ну, сначала посмотрю, какие лепесточки, куда я приклею, каким слоем. А потом уже начну клеить. Ну, сзади меня, короче, там коробка стоит, и я только что забрала с Валдберриса. Я надеюсь, что там все нормально. Это... Это будет спойлер. Потом... Ну, я не буду спойлерить. Давай вот. Потом будет анбоксинг. Сюда, получается, мы клей Moments. Берем. И лепесточек. Приклеиваем. Я не знаю. Я надеюсь, он будет склеиться. Так, ну, вроде приклеилось. Я не знаю, лучше клей на бумажку сплять сначала или сразу на стебель. Буду постепенно получать сначала маленькие лепесточки, потом большие. Думаю, так вот у меня получится розочка моя. Какая красота. Я решила немного посгибать лепесточки, чтобы они выглядели более-менее натурально. Я просто беру и... Ну... широкую сторону, которая будет на руку, чуть-чуть подкипает. Я не знаю, вообще, правильно я ее делаю или нет. Я хочу, чтобы они выглядели более такими засохшими. Это, наверное, даже хорошо, что я решила сделать из бумаги, потому что бумага более... получше держит форму, чем туалетная, наверное. Ну, я так думаю. И, скорее всего, с ней будет легче работать. Я буду на соплик клею. Вот так вот, да? Я надеюсь, если этот клей похож на сопли, он будет нормально держать все равно. Я как приклеиваю эти лепестки. Выглядят уже, типа, нормально. Ну, я не знаю, как будет потом, но сейчас мне все нравится. Я вся в клею, правда. У меня все здесь в клею. Еще мне надо сделать... Еще одни листочки для... Ну, зеленые такие. Пиу-пиу-пиу. У меня вот так вот пока что получается. Блин, ну, я чувствую, что надо было больше лепестков сделать. Я думала, она будет вообще прям пышная-пышная. Нифига не пышная получилась. Сто такая вот милашка получается. Вот так вот сюда вот мне надо добавить. У меня осталось пять лепестков. Я, получается, вот мазюкую клей. Я стараюсь немного мазюкать, чтобы он у меня не вытек из-под листьев. Я опять забыла собрать. До этого, до клея, я должна посгибать лепестки, чтобы они выглядели нормально. И вот клею куда-нибудь, где очень мало. Пышноты. Пышноты. Я взяла очки, чтобы их надеть, чтобы лучше видеть работу мою полностью. Часто я ими не пользуюсь. Вот. Сначала сгибаем. Вот так. Потормошим их чутка. Наверху подзгибаем. Вот хорошенько, чтобы было и внизу. Подгибаем, чтобы сразу взяла форму стебелька, и потом не надо было мучиться. Из-за того, что листочки получились маленькие, хотя я планировала последний ряд сделать очень из больших листов, значит, попутала последовательность. Поэтому мне приходится вот эти вот листочки последние. Их выше клеить, чем остальные. То есть не на стебель, а на сами листочки. Вообще, все пошло не по плану, зато у меня получилось видео. Зато я что-то сняла. Ну, вообще, вот хороший такой опыт украшения моей комнаты. Я вообще хочу снять видео, как я полностью упрашиваю комнату. Блин. Ну, мы переехали. Я, кстати, вот свой плакат повесила. Свой кабелинчик. Выглядит, в принципе, нормально. Вписался в интерьер. Я как чувствовала, покупая его. Вообще, у этой девушки, я зашла на ее аккаунт TikTok, у нее очень много интересных подделочек DIY. Мне очень понравился ее аккаунт. Возможно, в этот ролик еще пойдет ее DIY какие-нибудь. Я уже думаю, я просто возьму идею, но буду делать по-своему. Потому что по этому опыту я поняла, что у меня не получается повторять чьи-то DIY. Роза из налоза готова. Вот как-нибудь стебель я потом подрежу. А так, ну, вообще, пушка. Как прикольно-нибудь позырящая роза такая. Эстетик. Я немного ее испачкаю, поэтому здесь у меня желтые и зеленые пятна. И руки у меня, кстати, рука у меня тоже очень плохо. У меня очень сильно колятся пальцы на двух руках. Больше всего вот на этом и на этом, потому что они полностью просто были в клей. Но я думаю, это из-за него. Из-за чего еще может. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...